Девочка-пай Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». Сегодня мы поведем разговор о материнстве и детстве и о том, кто помогает их сделать счастливыми. Для чего мы рожаем детей? Чтобы продолжить свой род, чтобы было как у всех или чтобы было кому подать стакан воды в старости и то, и другое, и третье. Но главное — это заповедь продолжать свое потомство дал Господь людям. Конечно, трудно выносить и родить ребенка, но еще труднее его воспитать. Но наших детей сегодня обрушивается сильнейший негативный информационный поток, с которым детская психика не всегда может справиться без урона. Как же все-таки обрести гармонию с собственными детьми? Как вырастить их здоровыми, научить их вере и сделать из них достойных людей? Сегодня об этих сложных вопросах мы поговорим с директором Центра для детей «Рождество» Рымаренко Натальей Владимировны. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте. Что вас привело в этот детский центр с таким замечательным названием и заставило там остаться? Мы с мужем 10 лет в браке, у нас не было детей. И я занималась активно бизнесом. Работала коммерческим директором в одной компании. У нас было 5 магазинов в центре. Это были прекрасные 90-е годы. Потом я работала главным бухгалтером в Большом торговом холдинге. И потом Господь подарил нам ребенка, мальчика. И вот здесь-то дорожка меня привела к Рождеству. Неожиданно стали происходить встречи с людьми. То есть я встретила свою одноклассницу, с которой не виделась с времен школы. Она мне посоветовала центр Рождества. Я встретила еще одну свою знакомую, которая тоже была беременна и сказала, что вот мне в Рождество. И я туда пришла, и так получилось, что осталась там на долгие-надолгие годы. То есть до этого уже центр существовал, совершенно благополучно не работал. Центр существовал с 1991 года. Это не был центр, это было сообщество родителей, которые думали, как же им воспитывать своих детей, как их растить, как их рожать, куда их везти. Помещения своего не было, они снимали маленькие комнатки. Юридического статуса тоже не было. То есть это было такое сообщество. Но они все были такие молодые, у них было столько детей. И это было такое вдохновение. Все мы родом из Советского Союза, и у многих из нас не было опыта семейного воспитания. То есть мы ходили в детский сад, в школу, потом в институт, и как-то вот жили так. Я из многодетной семьи, у моего отца было три брата, я третий ребенок в семье. И у меня, у самой пятеро детей, поэтому я думаю, что я уже такой продолжаю. Да, это замечательная традиция, я бы скажу. Продолжайте традиции, да. Но вокруг людей с большим количеством детей, конечно, не было. Я вдохновилась этим движением, вдохновилась тем, что они искали и отбирали лучшее. Я предлагаю посмотреть сюжет о вашем центре, а затем продолжим разговор. Время пришло, Насте шагрыты двери, вот за порог в мир выхожу, теперь я радуги мост. Выстится надо мною, сердце мое, пусть мне не даст покоя, пусть рядом мой друг, Чтобы хватило нам рук сделать тысячи дел, чтобы наш парус к небу летел. Чего не хватает, собственно говоря, простой семьи, чего она недополучает? Или что она может обрести, вот входя в это движение? Сейчас вокруг очень-очень много всего. Очень много направлений, как в педагогике, так и в медицине. И как оценить, что верно, что неверно. Эта команда, которая собралась в Рождестве, они опирались на традицию, что уже было близко. И второе, они использовали новейшие технологии, которые были сейчас. И третье, и, пожалуй, самое главное, что меня вдохновило, они понимали, куда они идут. Они понимали, зачем они все это делают. У Центра уже тогда было благословение и на использование названия Рождество, и на его работу. Его дал тогда батюшка, отец Василий. И вот эта духовность, она и привлекала. Притом, это не выпячивалось и не навязывалось. Это было между строк. Естественным порядком. Да, естественным порядком. У нас есть программа подготовки к родам, и туда приходят люди разные. Бывает, что в одном зале собираются и атеисты, и православные, и буддисты сидят, и батюшка сидит с матушкой. И когда я в очередную беременность проходила эти курсы, то на последнем занятии был проговор. Что же понравилось, что было хорошо, что плохо. И когда очередь дошла до отца Александра, он подумал, говорит, знаете, я когда осмысливал, я понял, что православие, оно здесь просто есть. Оно есть между строк. Розвольство в воздухе. Да, что люди живут согласно заповедям, они стараются их соблюдать изо всех сил, которые у них есть. Вот это вдохновляет, и хочется с такими людьми идти вместе. К сожалению, мы бежим. Очень здорово, когда есть возможность остановиться и увидеть это все. И увидеть, и посмотреть на эти ценности, и оглянуться на свою семью, и понять, хочу ли я как мои родители, или я хочу по-другому, и осмыслить это. Поэтому, мне кажется, задача создавать такие оазисы, где можно подумать, остановиться и подумать. Я думаю, что мы прокладываем очень маленькую тропиночку, дорожку к храму, потому что, может, и можно взять и привезти за руку. Детей же мы приводим, да. Но вообще встреча с Богом происходит у каждого человека по-разному и в свое время. И мы не можем гарантировать, что человек придет в храм, что он придет сейчас или когда-то. Наша задача – показать, что есть дорожка. Какой возраст детей, которые входят в этот центр? И вот эти программы, как они формировались? Какую имеют направленность? Кто стоял у истоков? Ну вот у истоков Елена Доводенко и Анастасия Абрамова. И еще, конечно, команда тех педагогов, которые у нас на тот момент пришли к нам и стали единомышленниками. Например, звучание наших программ – это Людмила Ершова. Введение в традицию от полутора до восьми лет. То есть это вот такой возраст? Вот именно эта программа. Мы с нее начинали, мы ее разрабатывали, и мы ведем именно семью. То есть мы не забираем ребенка и не говорим, что сейчас мы будем заниматься с ребенком. Мы занимаемся с семьей, потому что нельзя говорить о ценностях только с ребенком. Очень важно, чтобы родители были рядом. Они могут с чем-то согласиться, с чем-то не согласиться, что-то взять, что-то не взять. И вот это единомыслие семьи очень важно. А вообще возраст от нуля до восемнадцати. Ну хорошо, вот если понятно, что маленьких детей можно как-то занять вместе с семьей какими-то такими интересными вводными темами, в том числе касаемо нашей русской традиции. А для старшеклассников что можно предложить? Дошкольный возраст – это как раз традиция, а дальше это уже культура. И те, кто работают с подростками, не перестают меня удивлять, потому что им нужно все время искать что-то новое. Они должны противопоставить впечатление другое. То есть вот человек посмотрел «Боевик», а мы должны ему предложить другое впечатление. Фильм, который еще больше заденет его душу. И идет с подростками эта борьба за впечатление. Вот у нас есть воскресная школа, недалеко от храма, точнее при общине. Причем она многопрофильная, затрагивает все возрастные слои детей, вовлекает взрослых вот в этот общий процесс. Там проводятся турслеты совместные, различные ярмарки, конкурсы. Детей обучают по всем буквально направлениям, начиная от военно-патриотического и заканчивая там пением, кройкой, шитье. Ваше учреждение, оно напоминает собой воскресную школу? Я всеми руками за воскресной школой. Многие воскресные школы используют в своей работе нашу программу «Введение в традицию». Порядка десяти храмов официально взяли у нас разрешение на использование нашей программы. Но мы немножко другое. И задачу мы свою видим по-другому. Все-таки в воскресную школу приходят люди, которые уже воцерклены. То есть они уже поняли, что вот их место здесь. Они стоят в храме, на службе, и они хотят, чтобы их дети стояли рядом с ними. У них уже нет вопроса поиска и выбора. Они для себя, слава Богу, все нашли. А к нам приходят зачастую люди, которые еще ищут свою дорогу. Атеисты, буддисты. Очень часто буддисты очень быстро становятся православными. Это одни из таких ищущих людей. К нам приходят разные люди, и мы светская организация. Мы всех принимаем. И я думаю, что мы вот то звено, которое перед храмом. Мы находимся полностью на самоокупаемости. Нас никто не финансирует. Мы открыты всем. И православие для нас – это внутренний вектор, внутренний стандарт. У нас все педагоги, которые работают в центре – это православные люди. При этом занятия, они также совершенно разные. И исторические, и культурологические, и духовно-нравственным воспитанием мы занимаемся. Это один из наших коньков. И творческие, и английские у нас есть, и танцы у нас есть, и чего только нет. Но задача глобальная – показать, что есть православие людям, и дать его попробовать на вкус. То есть вся программа, например, работы с детьми, построена от праздника к празднику церковного и гражданского календаря. И мы идем циклами. Богатырский цикл к празднику Архангела Михаила. И сейчас начался рождественский цикл. И мы сейчас потихонечку через пост идем к Рождеству. И людям, которые не воцерковленные, мы показываем сначала традицию. У нас культурологический подход через культуру, через традицию. Мы им показываем православие. То есть мы сначала рассказываем о традициях в семье, что они могут сделать в семье. И, конечно, говорим, что праздновать в семье, не посетив службу, как-то не совсем правильно. И если в полтора года, когда ребеночку, они, наверное, на службу еще не пойдут. А чуть позже, когда почувствуют в себе потребность, они, я надеюсь, туда дойдут. И когда я смотрю на родителей, которые с нами прошли много лет, то уже на седьмом году жизни ребенка, они уже все вместе ходят в какой-нибудь храм, договариваются сначала в один, потом в другой. Они все вместе ходят на экскурсии. Они сами уже создают среду общения для своих детей и для друг друга. То есть наша задача – это вот эта среда. Потому что когда ребенок пойдет в семь-восемь лет в школу, он окажется в основном среди детей, которые невоцерквлены, которые неверующие, у которых родители неверующие. И хорошо бы, чтобы к этому возрасту у него уже был ответ для себя самого, что такое Бог и как я с ним взаимодействую. Наша задача – поддержать именно нормальную семью, у которой есть папа, мама, дети, потому что их имя в государстве никто не занимается и никто не поддерживает. То есть вы ей даете такие смысловые ориентиры и мотивационные такие механизмы внутренние? Мы ее собираем немножко, склеиваем, потому что очень много разводов, много семей распадаются. Наша задача – предотвратить это. Мы занимаемся профилактикой. Мы уже с детьми говорим о том, кто в доме хозяин. То есть у нас есть цикл чайный, когда мы говорим о семье, когда мы говорим о ценностях, кто в семье главный. И потому что очень странно, когда дети говорят, ну как, кто главный? Я главный. Действительно, кто же еще? Или кошка. Или кошка, да. Мне нравится очень сама идея, вот это вот ненавязчиво, с расчетом на длительную перспективу действия. У нас существуют выезды в течение года. Есть осенний выезд, есть зимний выезд масленичный. На выходные именно. На масленичный выезд с нами едут порядка 200 человек. Мы в этом году делаем программу «Песня душа народа». С нами едут музыкальные коллективы. И мы создаем именно пространство общения детей и родителей. Свободное пространство. К сожалению, сейчас мы живем в Москве, и у детей нет возможности гулять во дворах. У них нет практики свободного общения, потому что нет безопасной среды. И никакой родитель разумный не выгонит своего ребенка без присмотра сейчас во дворах. И вот эти выезды, и зимние, и особенно летние, потому что они длительные, по две недели, по неделям, по семь дней, они позволяют создать именно вот эту среду свободного общения. И позволяют напитаться какой-то темой. У нас всегда выезды культурологические, они привязаны к месту и тематике. Например, мы выезжаем в Крым, в этом году уже будет одиннадцатый год. Туда ездим мы на две недели, собираем очень много народу. Мы рассчитываем стоимость программы, стоимость путевки, и люди просто выкупают для своих семей. Стараемся делать всевозможные скидки, особенно многодетным. Мы доступны. Это не заоблачная какая-то история, а очень хорошая. Вот еще под впечатлением поездки в Грузию нахожусь. Туда мы собрали детей, именно подростков. Это были дети от 14 до 21 года. Это была такая компания Ух, 14 человек. И мы поехали в гости к владыке Николаю. Это митрополит, он живет в небольшом городке в Грузии, Ахалкалаке. У него там резиденция. Возникло много вопросов. На часть вопросов они получили ответы, а часть осталась для размышления, для личного поиска. Очень важно, чтобы они не переставали думать. Думать, размышлять и смотреть, куда они идут. То есть наша задача дать информацию. Люди, они выбирают то, что им близко. А можно немножко поподробнее о какой-то конкретной программе? Знаете, чтобы можно было так вот визуально себе представить, что происходит у вас там. Визитная карточка нашего центра – это программа «Шаги в мир». Она основывается на программе, которую разрабатывали мы много лет. Это введение в традицию. Приходят мамы с детьми примерно одного возраста. Есть блоки – музыкальный блок, игровой блок, творческий блок, беседа. То есть различные смысловые блоки. Они выстроены, объединены одной темой. Например, малыши, конечно, это времена года. Они знакомятся с природой, они движутся вместе с нашей погодой, со сменой месяцов. Но каждый цикл – он смысловой и посвящен какому-то празднику, к которому мы идем. Например, сейчас Рождество. В этом цикле будет два прекрасных праздника. Это один – ожидание Рождества, и второй – само Рождество. На небе зорько ясно засияло, и людям светом сияет. Время спасения нам указало, Бога Мария рождает. Благослови нас, мы Твои дети. Христос рождается славитель. На Рождество люди радуются, потому что младенец Христос народился. Ничего не радует, что зажглась свиста. Люди радуются огощениям рождественского поста. Можно отдохнуть. Дети радуются подарком. Оба праздника сказочные. И малыши, например, на празднике открывают для себя тишину, красоту этого праздника, глубину. Они идут с этими свечами, яблоками, по этим еловым дорожкам. Конечно, впечатление сказочное. Праздник – это всегда некая кульминация. То есть наша задача – провести от праздника к празднику всю семью. И чтобы это было не только в наших стенах, но и мостик перекинулся внутрь семьи. Желаю вам помощи Божьей в ваших нелегких, но очень нужных трудах. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была директор семейного центра «Рождество» Наталья Владимировна Рымаренко. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин